Всем привет! И в данном обзоре у нас будет такой вот помощник или помощница, как ее правильно назвать. Для всех молодых родителей мне в свое время действительно не хватало этой штучки, а именно конкретно радионяни. Сейчас уже, конечно, и гаджетов полно, и интернет дешевле, и деревья больше. VB601, на самом деле названий достаточно может быть много, но посмотрите просто по внешнему виду, как она выглядит. То есть модуль няни и модуль камеры. На задней части у нас характеристики. Что ж, достаем и смотрим, что же у нас внутри, что у нас в комплектации. Все достаточно надежно упаковано, переживать за доставку не стоит. Каждый в своем тут отсеке. И инструкция User Guide на английском языке. Тут все, в принципе, расписано, как и что, какие места говорить, куда смотреть, как подзаряжать и какие картинки выдавать. Все на английском языке. Никаких, в принципе, сложностей не должно возникнуть у нас. И давайте смотреть комплектацию. То есть у нас модуль камеры с микрофоном, с датчиком температуры и обратной связью. Baby Monitor, то есть с дисплеем. И что же у нас внутри. Внутри у нас также дополнительно находятся 2 зарядки, то есть с европейской вилкой. Мини-USB. На выходе выдают у нас 5 вольт, я подозреваю. Да, и 0,5 ампера. Это одна. И вторая тоже точно такая же по характеристикам. Тоже мини-USB. Кстати, это очень удобно. Можно в случае чего использовать, если, допустим, у вас где-то вы поехали на отдых или что-то в этом духе, то можно использовать камеру, подключить к пауэрбанку просто кабелем USB-мини-USB и тем самым избавиться от розетки. Тут тоже 5 вольт, 0,55 ампер. Давайте рассмотрим каждую из частей нашей няни отдельно. Итак, начнем с монитора. Baby Monitor. У нас 2-дюймовый дисплей с разрешением 176х220. 500 мАч встроенного аккумулятора хватит на 8 часов непрерывного вещания. В левой части у нас гнездо мини-USB для подзарядки нашего монитора. Ну, соответственно, нашего аккумулятора. И в задней части у нас еще вот так вот он отчелкивается, для того, чтобы мы могли его устанавливать. И такой вот пингвин получается. Ну, либо же вот вверху тоже можно где-то его закрепить. То есть за какую-то там прищепку, веревку, как угодно. В нижней части у нас расположился микрофон, индикатор сигнала и индикатор питания. Следующее у нас, это у нас меню кейм и плеер музыки встроенной. Следующее, пятое, это у нас назад, выключение-включение. Ну, и, соответственно, кнопки громкости больше-меньше. Ну, и, соответственно, они же вниз-вверх. Восьмая кнопочка Push to Talk. То есть, соответственно, мы держим и разговариваем с нашим малышом. Ну, и внизу микрофон. Что касается дальности. 50 метров, если мы находимся в каком-то доме. То есть, между нашими няней и камерой. И 250 метров, если мы находимся на ровной, так сказать, в поле. Ну, в среднем, я вам так скажу, где-то в районе 100 метров. То есть, дом и около 100 метров должно добиваться. Что касается нашей камеры. По периметру нашей вот камеры, которая расположена по центру, находится раз, два, три, четыре, восемь ИК-светодиодов. В верхней части у нас датчик освещения, который включает автоматически ИК-подсветку. В нижней части у нас светодиод работы и микрофон. Так, что у нас в задней части? Спикер, да, мы можем общаться, либо ставить музыку нашему детенышу. Кнопочка для того, чтобы соединить, так сказать, сконнектить наши две части, камеру и приемник. Потом, точно так же, мини-USB для подключения адаптера питания. И вот это вот у нас такая вот штучка, это датчик температуры. То есть, мы можем всегда смотреть, сколько в комнате малыша тепло, холодно и прочее. В нижней части четыре резиновые такие вот ножички. Либо можем его закрепить где-то вот, либо так, либо так. Кроме этого, он еще позволяет вот так вот небольшие наклоны делать и вращаться вокруг своей оси. Камера 0,3 мегапикселя, дальность ИК 5 метров, разрешение у нее получается диагональ 31 градус, потребляет 200 милиампер. Весит 0,6 килограмм, а размеры сейчас я вам покажу. Няня 101,5 миллиметр высота, ширина примерно 53 миллиметра. Ну, не знаю, давайте вот по вот этой штучке будем смотреть, 22,1, а если брать площадку, то она квадратная и где-то в районе 60 миллиметров. Что касается BMW монитора, высота с ножками у нас составляет в районе 130 миллиметров, ширина в самой такой толстой части 60, будем считать, и толщина 27 миллиметров. Монитор при зарядке потребляет 0,3 ампера, 5 вольт, вот загорается дисплейчик. А камера, друзья, вообще 0,02, 0,04 ампера, то есть реально от пауэрбанка ее можно запитать, и она, наверное, будет очень-очень долго, вот 0,7, ну, будем считать, хорошо, 0,1 ампер, то есть вот она включена. В принципе, тут особо и понятно, что потребителей нету, если мы не будем включать динамику, он, наверное, будет немножко, конечно же, сильнее у нас высаживать аккумулятор, если мы подключим пауэрбанку. Ну, и так, первое включение, идет дубляж, то есть в верхней части, я отключу, ребята, в верхней части нашего бэби-монитора, качество связи, температура 26,6 градусов, в принципе, где-то соответствует, ну, и вот, соответственно, если происходит дисконнект, потому что я отключил, соответственно, сразу пытается подконнектиться. Подконнектилась, ну, и переходим в режим настройки, так, камера, алярм, настройки и системная информация. Ну, давайте перейдем к камере, окей, камера регистрирует у нас, ререгистрирует, ну, соответственно, переподключить камеру, не надо нам. Следующий момент, алярм у нас это будильник, то есть, чтобы мы не пропустили какие-то режимы кормления, возможно, там, сна и прочего, прочего. Язык у нас получается, так, окей, язык английский, французский, ну, я что-то нажимаю, окей, русский язык, готово. Так, время и дата, единицы измерения, полвета, градуса Цельсия, устранение места 50 или 60 Гц, системный режим, нормальный режим, не знаю, что это такое, зайдем. Это у нас режим нормальный, режим Vox, это когда мы... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Долгим нажатием, вот, закрыть аудиозапись, то есть, ничего не происходит, ну, у ребенка больше ничего не играет. Так, выключаем свет, камера сильно ярко ловит, но, скажу так, что, наверное, точно на метров на пять, метров на пять, есть у нас подсветка, вот, наш появился человечек. Вот так вам покажу, немножко в инверсном... До него сейчас, наверное, около метра, ну, в принципе, вот так вот светятся ИК светодиоды. К ламешами вверх-вниз мы можем повышать вот громкость, ну, либо ставить немой. Что я хочу сказать, ребята, в принципе, вещь достаточно практичная и нужная для молодых родителей, и, допустим, если вы куда-то собираетесь к молодым родителям идти, там, к старым родителям, неважно, к людям, у которых есть ребенок от нуля до, наверное, полутора или двух лет, то вещь действительно хорошая, нужная и, я бы даже сказал, необходимая. В свое время мы с супругой, когда отдыхали на море, приходилось один смартфон ложить возле ребенка, уходить, и у нас было ровно 30 минут, потому что после 30 минут обрывалась связь, и приходилось бегом бежать в домик, чтобы понять, ребенок спит, не спит. Эта штучка, в принципе, позволила бы нам, допустим, сидеть спокойно на пляже, там, на берегу, попивать себе вино и наблюдаться звездами, ну, и прочими-прочими, предаваться, так сказать, плотским утехам в любых их ипостасиях. И вот, наверное, пауэрбанк бы точно не помешал, чтобы мы могли наблюдать и в случае чего даже сказать что-то малышу. То есть, проверенная дистанция, действительно, около 100 метров, у нас, я же говорю, у меня у знакомых была очень похожая штука, они все как-то вот очень-очень похожи. Удобно в том, что можно сразу же поставить, если ребенок, допустим, работает, так сказать, на колыбельную, можно ему поставить музычку, он там, блин, 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 он себе заснул. Да, кто-то скажет, что можно купить Wi-Fi камеру, там, Xiaomi, да, ребят, ну, это просто очень удобно в том, что вот эта штука имеет встроенный аккумулятор, то есть мы ее раз взяли в карман и пошли. А вот эту штуку в любом месте, даже, не знаю, в лесу, в палатке подключили к пауэрбанку, и она себе будет работать, не знаю, очень и очень долго. Ну, а тут мы уже можем подзарядить ее, даже, не знаю, оставшись где-то, ну, даже если в кафе вышли во дворе тут, то можно подзарядить и смотреть за своим малышом. Температура, не знаю, мне кажется, она честно обманывает 28,1, я бы не назвал, что здесь 28,1, где-то в районе 26, может на 2 градуса, конечно, врет, но, в принципе, наверное, бесполезная штучка, просто маркетинговый ход. Вот, время, да, наверное, плюс, то, что здесь есть будильники, тоже плюс, если вы где-то ушли, загулялись, то няня напомнит, что все-таки, наверное, пора возвращаться и домой. И, в принципе, обратная связь тоже неплохо. Что ж, я, допустим, ставлю точно пятерочку, могу рекомендовать смело к покупке, цена нормальная, адекватная, к работе у меня претензий тоже не возникло, поэтому, друзья, ставьте лайки, не забывайте про подписку на канал, для меня это важно. Общение в Телеграм точно так же, ну и не забывайте, что вы можете всегда сэкономить деньги при покупке, кэшбэк используйте, ссылка в описании. Всего хорошего всем, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok